1 ноября уже пошел пятый десяток, как я здесь работаю. Я знаю практически, помню почти всех детей, которые здесь были когда-то. Они приезжают сюда, мне приятно с ними встретиться. Приятно, когда теперь звонят по телефону, говорят, Валентин Антонович, с Новым годом, или с днем рождения поздравляем. И спасибо, что вы нас много чему научили. Это, понимаете, это дорогого стоит. Когда 23-летним выпускником университета он пришел сюда преподавать географию, еще не мог представить, какая школа жизни ждет его в Ивенецком доме-интернате для детей с особенностями физического развития. Вы знаете, на первых порах было очень сложно видеть детей, которые не похожи на других, которые на колясках, которые на костылях, которым трудно ходить. И, вы знаете, спустя даже 40 лет, когда смотришь на таких детей, то сжимается сердце. Но потом понимаешь, что такого, видимо, мира существовать и быть не может, чтобы были все одинаковые. Тем более, что в нашем интернате нет такого слова «инвалид». У нас есть просто хорошие дети, на которых можно положиться, которые всегда готовы прийти на помощь, посильную, если тебе что-то нужно, помочь. И всегда готовы с тобой поговорить по душам. За это время дети с непростой судьбой стали для него больше, чем просто учениками. А он для них больше, чем учителем географии. Теперь Валентин Антонович здесь воспитатель и ведущий концертов, помощник по хозяйству, да и по жизни. Здравствуйте, ребята. Ну что, уроки закончились уже, да? Да. Вот я вижу, Ольга Владимировна с вами уже здесь, да? Распределили, что кому делать. Так? Занимаемся? Вот наша выпускница Викова-Ушкова. У нее есть отличное стихотворение. И она говорит, я бы с большим удовольствием рассказала его вам. Я думаю, что это стихотворение обязательно всем, кто будет смотреть вот эту передачу, понравится. Пожалуйста, Вика. Я пришла за счастьем. Вот мои ладошки. Боженька, ну сжалься. Поделись немножко. Людям очень важно. В смысле просыпаться? Что жива надежда? Что нельзя сдаваться? То, что абсолютно каждый может больше, чем кажется, Валентин Антонович показывает ребятам в их музее. Это отдельная гордость интерната. На протяжении десятилетий дети и преподаватели все вместе собирали экспонаты. И сегодня под его руководством ребята с особым трепетом и большим старанием проводят экскурсии для каждого, кто у них бывает. Всех гостей встречает Радюк Настя, наш экскурсовод. Вот она вас тоже встретит с удовольствием. Здравствуйте, уважаемые гости. Меня зовут Настя. Мы рады приветствовать вас в нашем музее, который совсем недавно разменял пятое десятилетие своего существования. Он будет им незаметно помогать в передвижении и еле слышно подсказывать, если кто-то разволнуется. А они за кадром будут называть его Антоновичем, и то и дело искать поддержки глазами. Валентин Антонович, он добрый, веселый, всегда ищет во всем шутки, позитив, поднимает настроение. Он меня постит девочкам лубы чистить. Постит меня. Просто, чтобы научились друг другу помогать. Помогать, да. Он нас тоже этому обучает. Он научит, как надо жить. Я даже в этом году, 1 января, работал с 7 часов утра на подъеме был. И я думаю, ну как же детей поздравить. Одел костюм Деда Мороза, приехал, прошел по их комнатам, зашел в столовую потом. Всех поздравил. Вы знаете, дети были в восторге, что 1 января с самого утра к ним явился Дедушка Мороз. Вот это бурные аплодисменты, это как бы душу согрели мне. О, как у тебя хорошо получается, а? У самого Валентина Антоновича две взрослые дочки и две внучки. Но на заслуженную пенсию в прошлом году уйти не смог. Ведь знает, что каждый день здесь его ждут. После выпускного те, кому позволяет здоровье, начинают самостоятельную жизнь. Поступают в колледжи и университеты, получают квартиры от государства, а в интернат приезжают как в родительский дом. И этим все сказано о месте и людях, которые каждый день вместе учатся жить и лучше всех умеют ценить то, что у них есть. Тут, в нашем интернате, я скажу так, что все работники, начиная, наверное, от того, кто убирает за ними, кто возит их на автомобиле, заканчивая директором, все мы как бы одно целое здесь. И мы все стремимся сделать так, чтобы нашим детям было хорошо. Самая главная мечта, чтобы, когда они выйдут за пределы этого интерната, чтобы у них все хорошо сложилось. Чтобы они действительно стали настоящими людьми. Вот это очень хочется. Пока позволить здоровью, пока будет возможность, я буду стараться приносить радость и пользу этому заведению, нашему, или даже сказать, моему родному интернату. Редактор субтитров А.Семкин